Приветствуем вас на программе Истины Евангелия с Эндрю Вомаком. Цель его служения – донести людей весть о Божии безусловной любви и благодати. Благая весть вещается через множество телесетей и библейский колледж Харрис по всему миру. А теперь, пожалуйста, Эндрю. Я приветствую вас на программе Истины Евангелия. Сегодня я продолжаю учить по теме, «Как найти, следовать и исполнить Божью волю». В этой теме есть три учения, которые соединил в одно. Раньше они были отдельно, но теперь вышла книга с одним названием «Как найти, следовать и воплощать Божью волю». Я учил о том, как следовать Божьей воле. Две недели я потратил на то, чтобы рассказать, «Как найти Божью волю». И завтра закончится вторая неделя учения о том, как следовать Божьей воле. И большую часть времени я говорил о Моисее, хотя Моисей и знал Божий план для своей жизни, но он упустил его в первый раз, потому что попытался исполнить его своими силами, и также он не обращал внимания на сроки Божьи. И я много важных мыслей подчеркнул из этой истории. И то, что я скажу сегодня, — продолжение того, о чем я говорил раньше, поэтому, если вы что-либо пропустили, приобретите это учение, потому что там все стоит на свои места, и эффект от этого учения будет гораздо больше, если вы услышите контекст. Все это вам доступно. Позвольте мне процитировать вам 36-й псалом, 4-й стих, с 1 по 4-й стихе я прочитаю. «Не ревнуй злодеям, не завидуй, делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа, делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Я хочу подчеркнуть, когда в 4-м стихе говорится, «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Здесь не говорится, что Бог исполнит любое ваше желание, благочестивое или нечестивое желание, какое бы ни было, все Бог исполнит. Если вы утешаетесь Господом, Он вам даст все, все, чего пожелаете. Я не верю, что об этом идет речь. Я знаю людей, которые желают вообще ужасных вещей. Есть множество стихов, в которых говорится, что пути человека ведут к смерти, и есть путь, который кажется прямым человеку, но заканчивается смертью, и Божьи пути не наши пути, и так далее, и так далее. То есть не все, чего мы желаем, Бог нам даст. Но я верю, что то, что здесь говорится, и то, что Бог показал мне, когда вы утешаетесь Господом или восхищаетесь Господом, радуетесь Господу, в других переводах, Бог вкладывает в вас свои желания. И здесь совершенно другой подход, вы видите. Не то, что Бог даст мне все, чего я пожелаю, а Бог вкладывает в ваше сердце, в мое сердце, свое желание. И когда я утешаюсь Господом, я могу следовать желаниям моего сердца. Это еще то утверждение. Я был воспитан в церкви, где говорили на тему, как найти Божью волю. Сказали следующее, что если ты делаешь... То есть если ваша первая реакция на то, что вы хотите делать, вы начнете делать наоборот, в этом есть Божья воля. Так нас учили. Это правда, если человек, с которым вы разговариваете, совершенно плотской христианин. В Римлян 8.7 говорится, что плотские помышления закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Если вы плотской человек, и я мог бы много потратить время объясняя, что это значит. Ну, то есть если вы эгоцентрист, эгоист, живете по себе, не следуете водительству Божьему и Божьему Духу, живете, как вам заблагорассудится, вот что такое плотской человек. И вы можете взять свое желание, делать наоборот, и практически всегда будет Божья воля. Это относится к плотскому человеку. Но когда вы говорите подобные вещи, вам же не обязательно быть плотским. Вы можете быть духовным человеком. Вы можете дойти такое состояние, когда будете утешаться Господом и ставить его на первое место. И когда вы так делаете, когда ставите Бога на первое место в вашей жизни, Бог будет сверхъестественным образом менять ваши желания, чтобы ваши желания совпадали с его желаниями. Мы говорим о том, как найти, следовать и исполнить Божью волю. Я говорю вам, что вот то, о чем я сейчас сказал, я бы не сказал, что это первейший способ, как Бог меня ведет, но все-таки есть столько решений, которые вам нужно принимать, и мы не можем найти конкретный стих из Писания об этом решении. Буквально недавно, вчера вечером, у меня была возможность принять решение, которое могло бы коснуться миллиардов мусульман на новой сети телевещания в Пакистане. Но вы знаете, у меня нет стиха в Писании, где я бы говорил, сиди, присоединись к этой телевизионной сети в Пакистане. Нет такого стиха, но я могу найти стих, который говорит мне, что мы должны идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Такие стихи я могу найти, которые дадут мне общее направление для моей жизни. А вот на что-то конкретное, к этой телесети присоединяться, или к этой телекомпании, принимать ли их предложения, я позволю миру Божьему вести меня. И если это что-то, чего я желаю, если это радует мое сердце и благословляет меня, я буду так делать, потому что я утешаюсь Господом. Все сие подвержено одному условию. Вы должны утешаться Господом. Если вы не утешаетесь Господом, если вы не ставите Бога на первое место, если вы не ищете Его лица, Писание говорит, сердце знает горе души своей, вы знаете, таков вы или нет. Вы можете меня обмануть, кого-то другого, но вы знаете, ищите ли вы Бога, посвящены ли вы Ему, любите ли вы Его и ставите ли Его на первое место. Если это так, то я думаю, вы можете доверять тем желаниям, которые проходят в ваше сердце, что они от Бога. И вы можете следовать этим желаниям. Поэтому, когда я прочитал эту электронную почту с предложением присоединиться к этому телеканалу, я обратился в слово и стал смотреть, нет ли там противоречия, совпадает ли это со словом. Слово говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Я должен идти как можно дальше, как можно больше проповедуйте Евангелие, так что здесь противоречия нет. Но значит ли это, что я должен пойти на этот телеканал, конкретный телеканал? И я так обрадовался в сердце, у меня такое желание появилось присоединиться к этой телесети и начать достигать мусульман. Два миллиарда мусульман входят в сеть этого вещания. Но так как я утешаюсь Господом, что я делаю? Я иду, молюсь по этому вопросу, и чем больше я сосредоточен на Боге, чем больше я утешаюсь Господом, если желание продолжает оставаться и возрастает, то я воспринимаю это как Божье водительство. Чем больше я ищу Бога, чем больше мой внимания на Нем и желание уходит, то значит, это моя плоть. Так я для себя принимаю решения очень часто. Когда я только начал вещать на телевидении, так Бог ко мне и обратился. Идти на телевидении я не слышал голос, я не имел какого-то видения. Просто Бог призвал меня проповедовать Евангелие и сказал мне достигать как можно большего количества людей. Я потратил десятилетия, выступая на радио, сосредоточившись на сотнях радиостанций. Но я знал, что в конечном итоге однажды я буду выступать на телевидении. Я выступал на программах других людей и был определенный успех. Я знал, что в будущем мне это предстоит, но я не знал когда. Люди, которые хотели купить эфирное время для меня и показывать меня по телевидению, у меня не было мира на это дело и у меня не было никакого желания. Я знал, что однажды все это произойдет, но на тот момент такого желания не было. Я отказался от многих возможностей, которые мне предлагали. И летом 1998 года я молился по разным вопросам, и Господь буквально вложил сильное желание в мое сердце идти на телевидение. Я не знаю, как еще вам объяснить, как все произошло. Я даже был против того, чтобы идти туда. Я знал, что однажды буду там, но я не хотел. Я видел потенциальные риски для себя. Я знал, что все это дорогое мероприятие. И если это дело не от Бога, оно может разрушить служение. Поэтому я, в общем-то, не радовался будущему выступлению на телевидении. Я совершенно не чувствовал от этого благословения и желания к этому делу. Но летом 1998 года, когда я стал в молитве, в раз вот таким образом мое желание сменилось. И я так обрадовался телевидению. Я даже сел и написал, нарисовал студию. Очень похоже на то, что у нас сегодня здесь есть. Я увидел, представил, как будет эта студия выглядеть, что я не буду проповедовать в костюме тройки, как традиционно проповедники делают. Я видел, что я буду сидеть и как бы разговаривать с людьми, которые сидят напротив меня за столом. Все это я видел, и не так обрадовался. Мое желание вдруг изменилось на 180 градусов, и буквально за один час все для меня изменилось. И вы знаете, когда я открыл этот стих и сказал, «Господь, я утешаюсь же тобой это желание. Оно от тебя, это ты его вкладываешь, или это я хочу?» Это желание настолько противоположное было тому, что я чувствовал в течение десятилетий, так что я стал подозревать, что, наверное, все-таки это от Бога. Он вложил это желание. Но, знаете, я взял паузу, я взял пост, стал молиться и отделил себя и сосредоточился на Боге и много времени провел, размышляя над словом, молясь, поклоняясь Господу. И чем больше я длил внимание Богу, чем больше я утешался Господом, тем сильнее становилось желание выступать на телевидении. И вы знаете, так, Бог ко мне обратился и сказал, что настало время выступать на телевидении. Там было еще множество других условий, которые должны были состояться, но все это и произошло. И когда мы вышли на телевидение 3 января 2000 года, наше служение буквально взорвалось. В хорошем смысле, когда Бог 26 июля 1999 года обратился ко мне через видение, Он обратился ко мне в этом видении и сказал, что настало время родить. И я ночью проснулся и открыл Библию, долго там что-то читал, в общем, вкратце, если то, я понял, что только сейчас я начинаю служение на телевидении. Если бы что-то произошло раньше со мной, я бы умер до того, как вышел бы на телевидение 3 января 2000 года, то я бы не исполнил главное Божие предназначение для моей жизни. И все так и оказалось, и мое служение буквально взлетело, когда мы вышли на телевидение. И все это произошло через желание моего сердца. Вы знаете, что подобное произошло и с нашим библейским колледжем. Кто-то из вас слышал, как я рассказывал подобные истории раньше, но это свидетельство, сегодняшнее свидетельство, подтверждающее истинность этого стиха, того, как Бог нас ведет и как мы можем следовать за Богом через желание нашего сердца. Я никогда не хотел иметь библейскую школу, многие мне предлагали начать ее, но я видел выпускников библейской школы, которые были позором для Царства Божьего. Я не хотел производить подобных людей. Ну, в общем, там было множество причин, почему я не хотел библейской школы. И потом, летом в июне, по-моему, 22 июня 1993 года, я был в Англии, и я проводил служение, и один человек учил о том, как мы могли делать учеников, я бы полностью с ним согласен. И он сказал одну вещь, которую я раньше не слышал. Он сказал следующее, если вы не воспитываете учеников, которые могут делать то, что делаете вы, то вы, в конечном итоге, неудачник, потому что вы не будете жить вечно. И если вы не поставите кого-то в себе на замену, который будет вместо вас потом продолжать делиться Евангелием, то вы подошли к неудаче. И я уже чувствовал некоторые вещи по поводу ученичества в этой сфере, и меня все это поразило как тонны кирпичей, и я понял, что нужно делать больше, чтобы было больше учеников. И в тот же день я молился, и Бог вложил в меня другое понимание проведения библейского колледжа, когда библейский колледж будет не просто интеллектуальным, академическим занятием, но вы можете повлиять на сердца людей, и можете произвести учеников, наставлять людей. Это была новая концепция для меня библейской школы. И когда я подобное увидел, все это увидел, и Бог обратился ко мне, я тотчас же вожелал открыть библейскую школу. Я так обрадовался тому, что это было в июне 1993 года, я попытался открыть библейскую школу в августе 1993 года, через два месяца подготовки. Конечно, я не смог все сделать сразу, нужно было подождать, и в августе 1994 года мы открыли библейскую школу. 14 месяцев спустя, после того, как Господь впервые обратился ко мне, я так обрадовался всему этому. Раньше мне никогда не хотелось иметь библейскую школу, а тут я не мог дождаться, когда ее начну. Желание моего сердца полностью изменилось. Знаете, это один из способов, как мы следуем видению Божьему в нашей жизни. Позвольте мне еще подчеркнуть, здесь говорится «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Вы не можете полагаться на свои собственные желания и следовать им, если вы не ищете Бога, если вы плотской христианин, если вы на самом деле не любите Бога и не подчиняетесь Ему, и не сделали этого посвящения Господу, с которого мы начали эту тему, Римном 12.1, когда вы должны сделать себя жертвой живой для Господа, тогда вы не можете уповать и следовать желанию своего сердца. Но если вы сделали это посвящение, то именно таким образом в основном Бог будет вести нас в лидерстве, направлять нас через желание нашего сердца. Позвольте мне привести другой пример. Когда вы впервые родились свыше, кто-то из вас жил в грехе, в каких-то сексуальных грехах, может быть, вы что-то крали, деньги крали, или принимали наркотики, или алкоголь употребляли, и занимались всеми этими делами, и вы получали удовольствие от того, что делали, утешались этим. Но когда вы родились свыше раз, и ваши желания изменились, что-то из того, что вы раньше делали годами и думали, никогда не перестанете, вы просто бросили, вы возненавидели эти вещи. Когда вы стали восхищаться Господом, утешаться Господом, Иисус стал Господом в вашей жизни, Он вложил новые желания в ваше сердце. То, что раньше вас радовало, теперь вы просто все это ненавидите, и не можете даже представить, что будете делать что-то подобное. Поэтому, если вы задумаетесь, большинство из вас пережили нечто подобное. Когда вы пришли к Господу, Он стал вкладывать новые желания в вас. Кто-то из вас до рождения свыше, вы никогда бы не могли представить, что будете ходить в церковь, что будете отдавать деньги в десятине. Это все было очень далеко от вас. Вы думали, что те, кто так делают, они сумасшедшие, те, которые отдают часть своих денег в церковь. Но когда вы родились свыше, неожиданно Бог вложил желание, ваше сердце все изменил. Если вы задумаетесь, большинство из нас уже пережили подобное. Таким образом, в том числе, мы можем узнать водительство Божье, потому что оно полностью противоречит вашей плотской натуре, вашему прошлому. Когда я был в Сигавиле, штат Техас, и проводил служение в маленькой церкви в Сигавиле в течение двух лет. Это была первая моя церковь, которая была пастором. Сигавиле был маленьким местом. Там не было особо каких-то радостей. Довольно скучная жизнь. Многие приходили ко мне и спрашивали, почему ты отсюда не уедешь и будешь прожить служение где-нибудь еще? Мы встречались в старом банковском здании. Там было пять или шесть человек всего лишь, и иногда пятнадцать человек набиралось. это, наверное, самое большое количество людей, которое у нас было, и мы видели, как разрывались слепые. Я молился за людей, видел, как происходили чудеса, но люди не очень хорошо реагировали на меня по разным причинам. Многие говорили мне, да просто уедь отсюда, убирайся отсюда. Но я любил находиться там, в Сигавиле, в Техасе. Я молился за этих людей. Я был посвящен, чтобы остаться там навсегда, если необходимо. и друзья мне говорили, что мне стоит уехать оттуда. Вот возможность тебе открывается. Нет, Бог призвал меня сюда, говорил я. Я оставался там в течение двух лет. Пока однажды, в один день, когда я был в здании церкви, я был там единственный. Я молился и ходил туда-сюда, молился, и я посмотрел в окна, и посмотрел на городскую площадь Сигавиля, и вдруг я ощутил нечто совершенно другое. Вместо того, чтобы любить это место, как раньше, я подумал, что я вообще здесь делаю? Кто тут будет, кроме меня? Ну, я не хочу никого унизить, те, кто там живет, у меня там все еще есть друзья, но вдруг все мои чувства к этому месту изменились, и я захотел уехать оттуда как можно быстрее. И изменения были насколько драматическими. За день до этого я буквально любил это место, я радовался, что я там, я готов был там всю жизнь прожить, но буквально через один час все желание мое изменилось, и я хотел уехать оттуда и думал, что я здесь делаю, Бог, забери меня отсюда, из этого места. Была такая драматическая перемена, так что я сказал, это вряд ли от меня пришло, я подобные эмоции не могу изменить так быстро, я подумал, что это здесь сверхъестественное. И я еще два или три часа в церкви молился и пытался понять, что это демоническая атака на меня, и он пытается меня отвлечь от Божьего призвания. Или это же Бог говорил мне, что мое время в этом городе закончилось, и он хочет отправить меня куда-то еще. И после пары часов молитвы и сосредоточенного поиска Божьего лица, мое желание уехать из Сигавиля стало еще сильнее, чем раньше. И основываясь на этом стихе, утешаясь Господом, и он исполнит желание сердца твоего, была такая драматическая перемена моих желаний. Я молился и стал полностью убежден, что Бог хочет, чтобы я уехал из Сигавиля, из Тихаса. И я не знал куда, но я знал, что должен был уехать. И когда я продолжал молиться, все это происходило в сентябре, я помолился и ощутил, что, наверное, 1 ноября я должен уже уехать. Я молился и потом отправился домой и собирался Джейме рассказать, потому что она также собиралась оставаться в этом месте. И я подумал, как же я ей скажу подобное. У меня нет слова от Господа, не было видения, не было никаких молний с неба. Просто такое чувство в сердце желания. Пришло другое, и я приехал к Джейме домой сказать, что случилось. И когда я пришел к дому, смотрю, стоит знак на продажу. Я зашел, спросил, Джейме, что это все означает, почему ты поставила знак? Она говорит, наш хозяин позвонил и сказал, у которого мы арендовали этот дом, что 1 ноября мы должны уехать, сказал нам наш хозяин. Именно эту дату мне показал Господь. Все это было подтверждение, и мы уехали из Сигавилля. Такова была Божья воля на тот момент уехать, до этого его воля была туда приехать, его воля произошла, я открыл для себя через утешение Господом, и он дал мне желание сердца. Поэтому я говорю вам, таким образом Бог ведет нас. Один из основных способов, как Бог говорит к нам. Когда я приехал в Притчет, Колорадо, из Сигавилля, я переехал в Чилдорс, в Техасе, и там два года находился. И после этого я как-то ехал в Колорадо-Спрингс, и мы решили проехать через Ким, Колорадо. Если вы никогда не были в тех местах, вы понятия не имеете, как близко к краю земли находятся Ким, штат Колорадо, и Чилдорс, штат Техас. Там был у меня друг в Киме. Мы решили проехать, посетить моего друга, и заехать в Колорадо-Спрингс, где я должен был проводить собрание. Проезжая через Притчет по пути в Ким, Колорадо, 30 миль от Притчета, это был маленький крохотный городок, совершенно плоская земля. Я думал, в Колорадо везде горы, но эта часть была полная равнина, и там были единственные деревья во всем Бако-Каунте в этом городке. И вот, когда я ехал, я шутил в машине, «Наверное, Бог призывает тебя в Притчет». Так говорит Господь. Я шутил по этому поводу с Доном Кроу, с его женой Венди. Они были со мной в машине. И в какой-то момент, когда я закончил шутить, я сказал, «Кто будет жить в такой дыре, в которой Бог забыл? Кто тут будет служить, служением заниматься?» Не прошла и неделя, как Господь призвал меня ехать в это место, и один из путей, как я понял, что это от Бога, я сказал, как я чувствовал раньше, до этого, когда меня пригласили в этот город, и мне сказали, что меня ждут, я буквально влюбился в это место и вожжелал там быть. И Бог мне действительно до этого говорил идти до края земли, и если Притчет, это не край земли, то его оттуда, по крайней мере, видать, настолько это заброшенное место. Я поехал туда, основываясь на желании моего сердца. Я привел вам четыре или пять свидетельств, крупных моментов, когда мне нужно было следовать за Богом, за Божьим водительством, и все это основывается на этом стихе. Утешайся Господом, и Он даст тебе желание сердца. Конечно, я должен еще раз повторить, если вы не ищете Бога, не следуйте желаниям своего сердца, потому что плотской ум враждует с Богом, но если вы утешаетесь Господом, если вы следуете за Господом, любите Его, то вы можете следовать за желаниями, которые приходят вам в сердце. Так мы следуем за Богом. Пути Господни неисповедимы, так любят говорить люди, но правда в том, что Бог желает открывать свою волю для нас, у Него есть предназначение, путь и цель. В книге «Как найти, следовать и воплощать Божью волю» Эндрю говорит о важнейших принципах успешной и плодотворной жизни христианина, как познавать волю Божью, как она нам открывается, какие опасности могут предостерегать нас на этом пути, что может помешать нам воплотить предназначение, а что наоборот может помочь. Из этой книги вы узнаете эти и многие другие важные особенности, как узнать, следовать и воплощать волю Божью. Для этого вы можете позвонить по телефону 8 921 993 7009 или 8 812 371 6104 или написать нам через наш веб-сайт cbtcrussia.ru Наше зачастую неверное понимание христианства и формальный подход к вопросам веры мешают нам увидеть истинную природу и натуру Бога, который не желает ничего другого, кроме близкой дружбы с нами. Каков характер Бога? Какой Он, добрый или злой? Почему Он такой разный в Ветхом и Новом Завете? Отвечает ли Бог на наши молитвы? Любит ли Он нас по-настоящему? Вам наверняка знакомы эти вопросы, вы либо задавались ими сами, либо слышали их от других. Вам нет нужды учиться на своих ошибках? Учитесь на ошибках и победах одного из основных героев Библии, царя Давида. Из книги Эндрю Вомака «Давид. Уроки жизни» вы узнаете духовные истины о том, как быть мужем по сердцу Бога, от кого приходит преуспевание, как победить Голиафа в своей жизни. Эти и другие важнейшие библейские истины теперь доступны вам в книге Эндрю Вомака «Давид. Уроки жизни». Вы хотите изменить себя и свою жизнь, но снова и снова терпите неудачу? Возможно ли вообще измениться к лучшему и сохранить эти изменения? Узнайте способ гарантированных перемен для себя и своей жизни. В книге Эндрю Вомака «Изменения без усилий» Эндрю раскрывает секреты, которые помогут вам освободиться от ненужного бремени и войти в полноту Божьих благословений и призваний. Для того, чтобы получить книгу Эндрю Вомака «Изменения без усилий», свяжитесь с нашими представителями. Контактная информация на экране. Еще раз повторим, что вы можете заказать учение Эндрю в книге на CD и DVD дисках на его веб-сайте cbtcrusha.ru cbtcrusha.ru Вы можете также получить эти материалы, позвонив по следующим телефонам в России 8 921 993 7009 или по телефону 8 812 371 6104 Вы также можете написать нам письмо, отослав его на адрес, который видите на экране. А теперь давайте посмотрим анонс завтрашней программы от Эндрю. Когда я увидел этот стих, то во мне внутри возник конфликт, потому что в сердце я знал, что я не должен учиться в школе, я делал так только, чтобы удовлетворить желание моих друзей. И когда я увидел этот стих, я сказал, я больше этот грех не буду совершать, я пойду домой, я узнаю, что Бог это мне говорит оставить учебу, или это мое собственное желание, и я приму решение в этот вечер. Завтра, когда утром встану, я больше не буду согрешать, я буду делать то, что Бог мне сказал делать. И так, что я пораньше утром утром встал и стал молиться и говорю, Господь, мне нужно знать, у меня нет желания учиться в Мирском полледже, это от тебя, или это просто я по плоти так хочу, как мне отличить, от тебя ли это желание. Не пропустите передачу Истинной Евангелия завтра. Вы можете поддержать наше служение, чтобы мы смогли предложить вам еще больше книг и программы Эндрю Вомака на русском языке. Для этого зайдите на наш сайт cbtcrussia.ru зайдите в раздел пожертвовать. Далее, следуя указаниям на экране, заполните форму слева, указав свои контактные данные. Введите сумму для пожертвования. Обязательно поставьте галочку в разделе новости служения. Нажмите кнопку пожертвовать, чтобы сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетовой карты. Безопасность платежа обеспечивается служба Яндекс. Благодаря вашим пожертвованиям наше служение сможет и дальше распространять истинную Евангелие с Эндрю Вомаком. Если у вас есть вопросы или вы хотите сделать заказ книг и дисков Эндрю Вомака, свяжитесь с нами по одному из телефонов или написав на электронный адрес, который видите на экране.